С творчеством Анны Каменковой знаком каждый любитель кино. Она не только талантливая актриса, чей пик карьеры пришелся на период существования Советского Союза, но и крайне востребованная артистка озвучивания. Ее голосом в русском дубляже говорят и говорили многие звезды Голливуда. Анна Семеновна родилась 27 апреля 1953 года в семье советских интеллигентов в Москве. Ее родители Ольга Александровна Каменкова-Павлова и Семен Абрамович Гуревич были образованными людьми и преподавали русский язык и литературу, и с раннего детства прививали дочери культуры общения. Они мечтали, что девочка полюбит семейное дело и подобно родителям станет педагогом. Поэтому большую часть времени юная Каменкова-Павлова уделяла учебе и усвоению огромного количества информации, ведь по мнению ее отца педагог должен быть эрудированным во всем. Впрочем, актерские таланты у Анны стали проявляться с детства. Волею случая в 6 лет она уже оказалась на съемочной площадке. Дебют юной артистки оказался успешным. Но родители посчитали, что она еще слишком мала для подобной карьеры и запретили ей сниматься в кино. Девочку отдали в студию художественного слова, где она играла на сцене в многочисленных спектаклях. Жизнь Анны не обошли и печальные события. В 1962 году ушла из жизни ее мать, когда девочке было всего лишь 9 лет. Она переживала потерю и в тот период сблизилась со старшей сестрой Ольгой, заменившей ей маму. Позднее сестра Ольга связала свою жизнь с телевидением. Преподавала в высшей школе телевидения МГУ. Воспитание Каменковой легло на плечи отца, Семена Гуревича. Он привил дочери любовь к книгам. Часто водил ее в театр на спектакле по мотивам романов, чем окончательно потолкнул Анну к выбору профессии актрисы. После школы Каменкова подала документы в театральное училище. В 1970 году она стала студенткой высшего театрального училища имени Щепкина, где ее руководителем был великий советский актер Михаил Иванович Царев. Учеба открыла талант актрисы. Впервые на театральную сцену Анна вышла в 12 лет, когда маленькую актрису позвали на детскую роль в спектакль «Русалка». Руководство Большого театра позаботилось о грандиозности спектакля и задействовало великих актеров вроде Ведерникова, Козловского и других. Девочка с восхищением наблюдала за работой мастеров своего дела. Для нее все это выглядело волшебством, но больше всего ее поразило музыкальное сопровождение постановки, которое придавало действу чувство завершенности. Анна словно завороженная ходила по театру и с тех пор не могла представить жизни без него. Артистка вновь оказалась на сцене спустя 10 лет, во время учебы в Щепкинском училище. Педагоги высоко оценили ее актерские способности и рекомендовали ее руководителю малого театра, который пригласил Каменкову сыграть в постановке «Средство Макропулоса». После окончания училища ей поступил ряд предложений от разных театров. Но Анна остановила выбор на театре на Малой Бронной, что было продиктовано личностью художественного руководителя заведения, режиссера Анатолия Эфроса, работами которого актриса всегда восхищалась. Его спектакли пользовались успехом у публики, и Анна, как и другие коллеги, мечтала принять в них участие. На этой сцене актриса сыграла множество ролей, вскоре заняв место одной из ведущих артисток театра. Впрочем, идиллия длилась недолго. После ухода Эфроса Каменкова стала терять интерес к постановкам, пропало ощущение вечного праздника и новизны. Ей попросту стало скучно с новыми режиссерами, и в 1992 году артистка покинула театр. Она не сомневалась в собственной востребованности и оказалась права, так как ей последовало предложение от подающего большие надежды режиссера. Полгода Анна репетировала роль в спектакле, который, увы, так и не был поставлен. Несколько лет Каменкова прожила вдали от театра, когда на дворе были годы кризиса. В конечном итоге она дождалась своего звездного часа, и ей стали поступать предложения от антрепризных театров. Одним из первых стал бенефис, который подарил актрисе главную роль в спектакле «Увлеченной ласточкой». Кино Первая встреча Анны с миром кинематографа состоялась в юном возрасте, когда девочке шел пятый год, и этот случай предопределил дальнейшую творческую биографию исполнительницы. В картину она попала совершенно случайно. Во время прогулки с матерью по площади революции Каменковы заметили ассистента по актерам, который прямо там проводил кастинг среди детей. Ребятня читала стихи, и Анна тоже захотела попробовать. Вместе с матерью она отправилась в Минск, где снимался фильм «Девочка ищет отца». За свою игру юная актриса получила первую в жизни награду на Международном детском фестивале, проходившем в Аргентине. Но тогда родители Каменковой посчитали, что ей нужно получать образование и устраивать жизнь, поэтому запретили сниматься в кино. Каменкова попала на съемочную площадку только спустя 16 лет. К тому моменту она уже была выпускницей престижного училища, а также подающей надежды актрисы театра. Ее взрослым дебютом в кино стала картина «Лесные качели», где одну из главных ролей исполнил ее художественный руководитель Анатолий Эфрос. Затем в фильмографии «Молодого дарования» появились кинофильмы «Такая короткая долгая жизнь», «Весенний призыв» и «Следствие ведут знатоки», в которых артистке удавалось воссоздать яркие цельные образы. Ее карьера в кино развивалась стремительно, и уже в 1979 году актриса сыграла главную героиню в ленте «Молодая жена». Образ Мани Стрельцовой принес Анне первую премию всесоюзного кинофестиваля. В начале 80-х годов с ее участием выходили фильмы «Государственная граница», «Солнечный ветер», в экранизации «Поздняя любовь» по пьесе Александра Островского. Каменкова сыграла вместе с Иннокентием Смоктуновским, Родионом Нахапетовым, Еленой Прокловой. В период кризиса, который охватил все сферы страны, перед актрисой Остров стал денежный вопрос. Анна была категорически против участия в сериалах или же съемках в рекламе. Тогда она вспомнила о студенческом увлечении и стала актрисой дубляжа. Каменкова ранее также участвовала в радиопостановках и озвучивала героев мультфильмов. Свой красивый голос Анна подарила многим советским актерам и зарубежным звездам. Ей нравится говорить за популярных актрис. Она считает, что работать с ними гораздо легче, чем с малоизвестными личностями. Многие уже не представляют другого голоса у той или иной знаменитости, которая стала объектом дубляжа Анны, что для артистки является высшей степенью похвалы. Именно Анне Каменковой режиссер Эльдар Рязанов доверил озвучивать роль Ларисы Дмитриевны Агудаловой в картине «Жестокий романс». Личная жизнь О личной жизни Анна рассказывать не любит, но о достижениях своего сына она всегда говорит много и с удовольствием. С единственным мужем актриса познакомилась в молодости на сцене театра на Малой Бронной. Анатолий Спивак, тогда еще актер, блистал в спектакле «Золотая карета». Он был старше Анны на 15 лет. Молодая девушка была покорена той харизмой, элегантностью, которую источал ее избранник. Дома у него, несмотря на скромную зарплату, стояла антикварная мебель и была большая библиотека. В 1980 году состоялась свадьба, а спустя 7 лет у них родился сын Сергей. В детстве их сын вовсе не интересовался театром и даже не смотрел постановки с участием матери и отца, а предпочел связать свою жизнь с юриспруденцией. Для диплома Сергей выбрал тему защиты авторских прав, но со временем театр тоже вошел в жизнь спивака младшего. Сейчас он работает в «Антерпризе независимый театральный проект», где играет его мама. Востребованность актрисы Анны Каменковой не снижается с годами. Она по-прежнему снимается в кино и много играет на театральной сцене. Сейчас актрисе 66 лет. Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Впереди много интересного! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok